Липница, ты думаешь, я тебя не люблю? Чистую прибыль, как и прежде, будешь переводить в армирском уголом Джеккуле в Манчестер. Сначала хлеб, а нравственность – потом. Главная мысль пьесы немецкого драматурка Бертольда Брехта. Его радикальная и бескомпромиссная, как отзываются критики, трехгрошовая опера получила мировую славу. Эту пьесу ставят в разных точках земного шара. Не исключением стала и Самара. Нищие воры и гулящие на новой сцене Самарта происходит что-то необыкновенное. Здесь нет ответов, как относиться к тому или иному персонажу – дело лично каждого. Отпустили на себя штаны и натравили на тебя задницу как следует. Не так ли, господа? Самаре постановкой занимался немецкий режиссер Доминик Бютнер. Он старался адаптировать историю под российские реалии. Для этого шесть недель усердно работал с самарскими актерами. Это произведение о человеческом обществе, как оно реагирует на ту или иную ситуацию. И мы спрашиваем зрителя, а как бы ты повел себя в этой ситуации. И мы всегда надеемся, что он уйдет домой, задавая себе вопросы. Я потрясена новой сценой, наверное, как и любой зритель, который является поклонником Самарта. Очень интересно посмотреть любимых актеров в совершенно непривычном для них амплуа. А брек помогает раскрыться с удивительной стороны, с другой стороны актера. Мне нравятся и залы, и само пьесы. Она необыкновенная. Я вообще первую постановку вижу. То есть я читала, но постановка для меня первая. И потрясающе увлекающие действия актеры, звуки. Прежде всего, современно, очень современно. То есть классика бессмертна. На сцене много музыки и танцев. Исполнительница одной из главных ролей Марии Феофанова вокалом занимается с детства. Долгое время выбирала между пением и игрой в театре. Но позже поняла, что на сцене все едино. Чаще всего Доминик мне говорил, Маша, ты слишком хорошо поешь, ты не должна так петь. Маша, нет, ты не Роза, ты та Роза, которую затоптали. Понимаешь, слишком красиво. Поэтому я старалась, наоборот, уходить от привычного мне вокала. Наверное, в этом была моя сложность. Но драматический вокал, он совершенно другой. Но в любом случае, здесь он просил, чтобы все было более сдержано, более в себе. Зал оставался в напряжении и ждал разгадок в финале. Но ответа, кто здесь злодей, а кто герой, не услышал. Брехт совсем неоднозначен, как и сама жизнь. Мария Левина, Дмитрий Мешканцов. События.